В сегодняшней передаче мы начинаем цикл передач, посвященных выдающимся священнослужителям ХХ века. Пути Господни неисповедимы. А что это такое? А это путь человека, ведомого по жизнью силой благодати Божией. Когда Бог сообщает свою благодать изобильно тому или другому человеку в ответ на подвиг, духовный подвиг его жизни, то путь такого человека становится путем Господни. Одним из самых известных и любимых наших подвижников благочестия ХХ века является святой праведный Иоанн Кронштадтский, удивительный святой. Он родился при государе-императоре Николае I во времена Пушкина, а скончался в период между революциями, в грозные годы, предшествующие нашей национальной трагедии, в царствовании Николая II. Он родился тогда, когда по земле ступали стопы преподобного Серафима Саровского, а скончался пятью годами после его торжественного прославления и канонизации. В личности отца Иоанна смыкались эпохи. Но что может быть самое важное для нас, в его в личности ярко представлена русская святость. Он написал книгу, называемую «Моя жизнь во Христе», как бы его духовная биография. И листая эту книгу, понимаешь, что это не только его личная биография, это во многом духовная биография нашего народа. Всю жизнь мою, все, чем живет человек, передаю Христу Богу, промыслителю, убравителю и спасителю. А сам да исполняю его заповеди усердно. Кронштадт, морская твердень России. К началу 20 века вся Россия, казалось, пришла в движение духовное, экономическое, политическое. Люди на улицах спрашивали друг друга, вы к какому движению относитесь к левому или к правому. Для верующего народа одним из главных притягательных центров стал Кронштадт с Андреевским собором, в котором служил протеерей Иоанн Ильич Сергеев, святой батюшка Иоанн Кронштадтский. А он во всем, кроме святости, был обычный русский священник с обычным жизненным путем. С десяти лет в духовном училище, в 22 года окончил семинарию, в 26 Петербургскую духовную академию. В декабре 1855 года он был рукоположен во священника и направлен Кронштадт. И все. Биография кончилась. Следующие 53 года он проживет в этом доме, в небольшой квартирке. Проживет скромно, со своей женой, матушкой Елизаветой Константиновной, как брат с сестрой, не ведая греха, но и не зная обычных радостей семейной жизни. А ведь был он красив красотой потомственного русского священника и чтил красоту. Видел в ней живое проявление Божьего присутствия в мире. Любил красивые одежды и великолепие храмов, отражение величия, созданного Господом мира. Люблю я молиться в храме Божьем. В молитве покаяния и умиления спадают с души моей узы страстей, и мне делается так легко. Я как бы умираю для мира, и мир для меня. Со всеми своими благами. Я делаюсь, как дитя, утешаемое на коленях матери. Все светло видишь, на все смотришь правильно. Ко всем чувствуешь дружество и любовь. И народ, почувствовав эту любовь, потянулся к нему тысячами и десятками тысяч. Он служил истово и необыкновенно, не так, как другие, но впрямую и дерзновенно говоря с Богом. От взволнованного шепота, переходя почти к крику, словно хватаясь за ризу Господню и силясь привлечь благодать его. По вечному многолюсту он должен был ввести общую исповедь. Такого церковь не знала со времен апостольских. Многотысячный вопль покаяния вырывался из груди народа. С ревом и содроганием выходили бесы из бесноватых. Храм рыдал и стонал, очищая свою скорбную душу. И пламенная молитва, казалось, сводила огонь с неба. Лишь в одном месте на земле и лишь раз в году бывает теперь такое. Храме гроба Господня на службе схождения огня в Великую Субботу. Живая вода Духа Святого, да наполнит мое сердце. И да потекут реки воды живой от сердца моего во славу Божию и во спасение людей Божьих. Церковь в каждой из периодов земной истории есть церковь святых. И русский народ, как любой народ, до тех пор и настолько достоин своей судьбы и имени, достоин своего существования перед Богом и миром, пока и в какой мере осуществляет в себе эту богодарованную волю к жизни, волю к святости, волю к спасению. Село Сура, Пинежского уезда, малая родина святого отца Иоанна. Здесь мать Феодора Власевна научила его первым детским молитвам. Он родился 19 октября 1829 года и крестили его в тот же день. Младенец был так слаб, что боялись, не проживет и дня. Он проживет 80 лет и станет источником здоровья и целителем для сотен тысяч. Назвали его самым русским именем Иван, посвяцем Иоанн. В этот день праздновалась память Иоанна Рыльского, великого болгарского святого. Избылись евангельские слова. Наречешь имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье. Иоанн по библейской этимологии означает Бог милостив. И Бог будет через него милостив и ему суждено будет стать радостью и весельем для всей России. А вот и Кронштадт. Так он выглядел в годы служения отца Иоанна. Борьба с бедностью и отчаянием народа, как и борьба с его болезнями и духовными немощами, занимала главное место в деятельности кронштадтского пастыря. В 1882 году им был открыт в Кронштадте дом трудолюбия, ставший по справедливости образцом благотворительных учреждений для всей страны. Здесь были устроены женские мастерские, курсы рукоделия, школа на 300 детей, детский сад и сиротский приют. Благотворительность отца Иоанны исчислялась миллионами. По данным почтового ведомства, ежедневно на его адрес приходило тысяча писем и денежных переводов. И ни копейки не осело в его карманах. У меня своих денег нет, говорил он. Мне жертвуют и я жертвую. Вера, величайшее благо земной жизни, она соединяет человека с Богом и в нем делает его сильным и победоносным. Каждый год в конце мая, в начале июня, отец Иоанн отправлялся на родину, всегда по воде, через Ладожское и Ронежское озеро, по рекам Вытигрешек, Сне, Северной Двине и Пинеге. Ежедневно он служил в литургии в каком-нибудь монастыре, которые встречались здесь на каждом шагу. Зная силу его молитв и дар исцеления, народ толпами всюду встречал его. По церковному учению, болезнь есть следствие греха, и лечить надо не следствие, а причину. Покайся, и реки воды живой исцелят тебя. И отец Иоанн щедро исцелял. Он был первым чудотворцем, признанным при жизни. В газетах и журналах печаталась информация о совершенных им чудотворениях. Ровно три дня каждый год оставался отец Иоанн на родине в селе Сури. Щедро жертвовал на духовную пользу землякам, построил женский монастырь, школу, приходской храм. Потом, погостив несколько дней в Леушине, в основанном по его благословению монастыре, по Волге, через Казань, Нижний Новгород и Москву, возвращался домой. Домой. То есть, в свой храм, в свою жизнь во Христе. Так назвал он свой духовный дневник. Моя жизнь во Христе. Голос церковных чтений, песней, молитв и молений – это голос всего человечества, Сознающего и чувствующего свою окаянность, свою греховность, свою нужду в Спасителе. В дивной гармонии Божьего мира, чины неба и земли, как говорил отец Иоанн, Хотел он искать основу для внутренней духовной гармонии человека, для общественной гармонии людей. Но гармонии не было. Гармонии не было, ибо начиналось великое отступление от Бога и от веры. Впадая иногда сегодня в эйфорию по поводу дореволюционного прошлого, мы склонны забывать, что это было предреволюционное прошлое, серебряный век, декаданс. Исповедание истины, исцеление духовное всегда требует мужества. Священник, отсчитывающий бесноватого, принимает на себя всю силу и злобу бесплотных и плотных врагов. Отец Иоанн, как народный целитель, был великий мастер изгонять бесов. Но если из одного страждащего изгонять трудно и боязно, каково же из целой страны? Клевета и ненависть при такой мере ответственности смущать не могут. Дьявол, хитер! Как он ворочает бедным человечеством! Боже мой! Боже мой! Обостренно воспринималась всей читающей России и полемика со Львом Толстым. Отец Иоанн и сам чтил его как большого писателя, но одно дело литература, другое вероучение. Русская интеллигенция часто склонна была путать эти понятия. Когда Лев Николаевич издавал свой перевод Евангелия, он сознательно противопоставлял его общепринятому церковному. Когда говорил «моя вера», явно давал понять, что это не наша вера. В 1901 году отлучение Льва Толстого раскололо Россию. Мережковский, один из лидеров Серебряного века в религиозно-философском собрании, где представители интеллигенции Гиппиус, Розанов, Минский объединились с представителями церкви, в своем докладе ясно показал, что толстовство – это христианство без Христа и религия без Бога. Толстой и сегодня, как сказал бы отец Иоанн, пробный оселок для людей. На нем испытывается и познается шаткость или твердость убеждений – вера или неверие. Два духовных великана, две могучие народные стихии столкнулись в этой полемике. «Не могу молчать», – возвышал свой голос Толстой, но и отец Иоанн, выразитель совести и веры миллионов верующих людей, не мог молчать. И, как говорил отец Иоанн, читает или нет Лев Толстой наши заметки, мы об этом не заботимся. Для нас важно высказать истину, защитить ее от глумления нечестивцев и дать русскому народу понять, что русская церковь не дремлет на страже православия. Да, это были страшные годы. За внешним парадным благополучием предчувствовалось многими грядущая эпоха войн и революций, распада и гибели императорской России. Как сказал поэт, раскинулась необозрима уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя 9 января. Война японская переходила в войну гапонскую, в великую смуту 1905 года. В эти годы борьбой за народное здравие была борьба отца Иоанна с крамолой, распадом и смутой, народными социальными болезнями, ярко явившими себя в последние годы его жизни. Его упрекают в симпатиях в Черный Сотник, Союзу Русского Народа. Да, он освещал в свое время стяги Союза Русского Народа. Разберемся, так ли это плохо. Членами Союза Русского Народа, противоставшего тогда глобальным волнам распада и развала, были великие ученые, химик Менделеев и филолог Соболевский, великий художник Лоснецов и царь Николай II. Это тоже было средством здравоохранения. Охранение всего здравого в народной жизни, в истории, средством сохранения веры, империи, правопорядка, нравственных устоев. Но идеалов одного лишь даже самого здравого консерватизма было уже недостаточно для того, чтобы остановить сдвинувшиеся тектонические глыбы социального прогресса. В России развивалась промышленность, возникали банки, строили железные дороги. Россия выходила на одно из первых мест в мире по добыче угля и производству стали. Но рабочие оставались бедным и угнетенным классом. Богатство и благосостояние было уделом немногих. Наступление босиков и пролетариата смыкалось, как ни странно, с натиском левого искусства и демократической прессы. Следя за внутренними явлениями своего духовного мира, я вижу, на каком опасном вулкане различных страстей я живу. Какой мощный спаситель необходим мне для погашения этого свирепствующего вулкана. Вся Россия вместе с отцом Иоанном могла бы подписаться под этими словами из его дневника. Смотрите же на эти плоды нынешней цивилизации. Кому они приятны и полезны? Отчего ныне Россия в смятении? Отчего у нас безначалие? Отчего учащиеся юношество потеряло страх Божий и бросило свои прямые обязанности и занятия? Отчего гордые интеллигенты стремятся в опекуны и правители народа, не понимая этого народа и его действительных нужд, и не любя его. Оттого, что у всех них оскудела вера в Бога, в его праведные вечные глаголы. Просто и таинственно раскрылось в служении отца Иоанна связь богоустановленной царской власти и верующего народа. В 1894 году Бог поставил его свидетелем последних страдальческих дней жизни царя-миротворца Александра Третьего. Царь говорил близким, что через молитвы отца Иоанна чувствует над собой силу молитвы всей верной ему России. Перед самой кончиной государь пожелал, чтобы отец Иоанн возложил руки на его голову. Душа помазанника Божьего тихо отошла к Господу, и я снял свои руки с главы его, вспоминал батюшка. Так от царя до последнего нищего бедняка всех вместила в себя любящее сердце отца Иоанна. И еще одна духовная эстафета. Незадолго до смерти отца Иоанна посетил архиепископ Тихон, будущий патриарх. Они сидели, беседовали, потом батюшка встал и сказал, а теперь, владыка, садитесь вы на мое место. Это было пророчество. В новой большевистской России патриарху Тихону и сонму новомучеников предстояло продолжить служение отца Иоанна Кронштадтского. Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвергнуты праведной каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония. Безнаказанность в России в моде, ею щеголяют, а оттого непрестанные у нас аварии с морскими судами. Везде измена, везде угроза жизни и государственному имуществу, так и впредь будет при слабом управлении. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать. Обычная наша логика не может объяснить таинственных связей и совпадений в духовной жизни народа. Каждый год 19 октября Пушкин возвращался в стихах и мыслях к ушедшей юности, к войне 12-го года, к размышлениям о судьбах России. Это был день лицея. В тот день, когда родился отец Иоанн Кронштадтский, 19 октября 1829 года, на письменном столе Пушкина лежали стихи, вторые в его жизни воспоминания в царском селе. Так отрок Библии безумный расточитель, до капли истощив раскаяние фиал, увидев, наконец, родимый обитель, главой паник и зарыдал. Историки недооценивали религиозных интуиций поэта. Так случилось, так Бог устроил, что в тот самый миг, когда поникнул главой в светлом раскаянии безумный расточитель Пушкин, на далекой Пинниге, в селе Суре, в доме деревенского дьячка раздался первый крик новорожденного Иоанна Кронштадтского. А 80 лет спустя, 23 декабря 1908 года, когда весь Петербург хоронил его, другой поэт Александр Блок написал, «Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались, доспех тяжел, как перед боем, твой час настал, теперь молись». Во всякое время молись о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует, с жаром и постоянством, не имея твердого намерения стяжать их. От селе скажи, «Се на чах». ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok